Всем привет! В этом видео поговорим про лучшие бесплатные видеоконвертеры для Windows 10, 8 и Windows 7 на русском языке. Начну я с видеоконвертера Handbrake, который считаю лучшим прямо безо всяких оговорок при условии, что вы с ним разберетесь. Скачать его можно вот с этого сайта, ссылку я дам в описании под видео. Несмотря на то, что с сайт и установщик на английском языке, сам конвертер будет на русском языке. Скачать версию для Windows можно по этой кнопке, если нажать ниже Other Platforms, то можно скачать версию этого конвертера для других платформ, то есть например macOS или Linux. Итак, скачали, установили, каких-то там особенностей установки нет, без нюансов, запускаем наш конвертер. После этого вы можете открыть папку для группового конвертирования файлов, отдельный файл, либо просто перетащить файл или папку на окно программы, что я и сделаю. Итак, после этого показываю в общих чертах конвертацию. Сейчас у меня добавлено три файла и на главном окне показываются общие параметры конвертирования, которые вы, возможно, захотите настроить более точно. Что здесь можно сделать? Во-первых, выбрать какой-то пресет, предустановку для конвертирования, то есть если вы не знаете, не умеете вручную настраивать параметры конвертации, то вы можете выбрать что-то из готового, например, для какого-то конкретного устройства Android, Apple и так далее, ну и соответственно выбрать другие форматы, например, я выбираю такой формат, после этого вы можете его отдельно настроить более подробно на вкладках, соответственно, размеры, дальше фильтры, то есть, например, можем включить деинтерлейсинг и так далее, дальше более подробно настроить параметр кодека, то есть кодек видео, частоту кадров в секунду, качество, битрейт и так далее, параметр вывода аудио, субтитры, если необходимо настроить или разбить на главы. После того, как все это сделано, мы можем сделать следующим образом, если у нас один файл, то просто добавляем в очередь, если у нас несколько файлов, как у меня, мы можем добавить отдельный файл в очередь и потом для других файлов другие параметры задать, либо добавить сразу все с текущими параметрами, например, если я добавлю только текущий, то потом я могу переключиться к другому файлу, то есть вот таким вот образом, задать параметры для него и точно также добавить в очередь. В конце концов, когда я настроил параметры конвертации для каждого файла, я могу либо просто запустить очередь и они будут выводиться в указанное мною место, либо открыть очередь, более подробно все посмотреть и отсюда также запустить очередь. Это в общих чертах, но думаю разберетесь, на самом деле он с одной стороны может показаться не слишком простым для начинающего пользователя, с другой стороны он очень качественный, умеет практически все делать. Настройки самого конвертера вы сможете найти в разделе инструменты и предпочтения. Рекомендую просмотреть их, но самое интересное здесь это возможность аппаратного ускорения кодирования видео, то есть загляните сюда, посмотрите поддерживается ли оно у вас, если поддерживается включите, при этом сам процесс в итоге конвертирования будет происходить значительно быстрее. Вот таким вот образом всячески рекомендую к использованию, репутация отличная у этого конвертера, но посмотрим и на другие. Если вам нужно что-то попроще, то можете использовать видеоконвертер конвертилы. Опять же сайт я укажу в описании под видео, вот этот сайт, скачиваем, установка безопасна, то есть ничего там лишнего нет, запускаем видеоконвертер и вот так он выглядит, то есть банально открываем любой файл конкретный, который нам нужно конвертировать, либо открыть, либо перенесли, как я только что это сделал. После этого выбираем параметры качества, либо вручную, то есть особых настроек здесь нет, в отличие от предыдущего конвертера, то есть только формат вывода, размеры и качество, вот таким вот образом, низкое, высокое и так далее, либо конвертируем для конкретного устройства, то есть выбираем какое у нас устройство, какая совместимость там нужна, нажимаем конвертировать и ждем, то есть максимально простое, что может быть, но при этом работает и опять же, что важно, каких-то нюансов нет, потому как в некоторых видеоконвертерах бесплатных они пытаются установить что-то дополнительное, лишнее, ненужное вам, здесь это не присутствует, то есть если нужно что-то максимально простое, можно использовать. Следующий видеоконвертер у нас это WSDC Free Видеоконвертер, сайт выглядит вот таким вот образом, ссылку также дам в описании под видео, кнопка загрузки вот эта, после установки вам предложат заплатить денег, но это не за использование, а за получение поддержки, то есть просто задонатить, можете этого не делать, то же самое будет при первом запуске, то есть смотрите, запускаем, он нам говорит давайте спонсировать, активировать и так далее, можно просто закрыть это окно и пользоваться, каких-то там проблем с этим не будет. После этого собственно можно использовать, закидываем туда наше видео, перенос у меня почему-то не работает, соответственно просто я указываю плюс рабочий стол videos, все файлы эти открываю, например, файлы открылись, после этого настраиваем наш профиль, то есть либо выбираем из готовых профилей, соответственно настраиваем конкретный кодек, если нам нужно, то есть каким образом он будет работать, либо выбираем из готовых, то есть форматы, можем также под какие-то устройства, то есть вот такой вот список устройств. Программа, судя по набору устройств, давно не обновлялась, то есть скорее всего здесь лучше настраивать вручную форматы. После того, как все настроили, запускаем конвертацию, это делается здесь, конвертировать файлы и соответственно они сохраняются, результирующие файлы, то есть путь куда они сохраняются, указывается здесь. Также разобраться достаточно просто, все понятно, все на русском языке, также здесь поддерживается запись дисков, простое редактирование видео, если вам это необходимо, например, обрезать его и так далее. Вот таким вот образом он работает, все работает исправно, каких-то проблем здесь нет, хотя я бы сказал, что он не слишком функциональный, но зато может быть для кого-то удобный. Следующий на очереди это формат factory, он достаточно популярен среди наших пользователей, потому что он удобный, конверсирует не только видео, сайт выглядит таким вот образом, то есть здесь мы можем скачать его. Единственное, сразу учитывайте, что он при установке пытается вам установить дополнительные вещи, которые вам могут быть не нужны, а также некоторые антивирусы могут в нем видеть угрозу и в принципе я, скажем так, не уверен в репутации этого конвертера, то есть на ваш страх и риск. Вообще выглядит все следующим образом. Это установка next, соглашаемся, next, тут он нам уже предлагает установить оперу, снимаю отметку, далее, здесь он нам предлагает установить аваст, здесь надо нажать уже не снять отметку, а нажать decline, отказаться, после этого идет установка. После того, как конвертер установлен, запускаем формат factory, такой вот у нас интерфейс, достаточно простой, здесь операции, которые можно выполнить с видео у нас отображаются, далее с другими форматами файлов, то есть конвертация возможна не только для видео и прочие инструменты. Допустим, мы хотим конвертировать что-то в mp4, нажимаем по этой кнопке, добавляем файлы, перенос у меня не работал, я проверял, нажимаем открыть, они добавляются, подгружаются, после этого при желании мы можем каждый файл отдельно настроить, настроить вывод звука и так далее, то есть посмотрите если вам это будет интересно, если вы вообще будете пользоваться этим конвертером, сам вывод, то есть именно качество кодирования можно настроить вот здесь, кнопка настроить справа вверху, нажимаем ее и здесь уже выбираем кодеки и так далее, так далее, так далее, все это выбрали, ну и собственно запускаем потом конвертирование, жмем ОК, старт, поехали, и оно все сохраняется уже в конвертированном виде туда, куда нам нужно. Следующий видеоконвертер это Any Video Converter или AVC Free, соответственно сайт у него на английском языке, установщик тоже на английском, сам конвертер на русском языке. Мы можем добавить диск, то есть диск конвертировать, либо добавить файлы какие-то, которые нам нужно конвертировать, сейчас мы это и сделаем, итак добавляем файлы, после этого, соответственно, мы можем вручную задать формат вывода видео при необходимости, либо выбрать из профилей, то есть профили для разных устройств, причем профили для современных устройств, в том числе для самых разных, после этого, собственно, все в очереди файлы конвертировать, либо записать на диск и так далее, то есть здесь также все достаточно просто, максимально подходит для начинающих, каких-то таких особенных нюансов я не заметил, что еще здесь интересного, помимо всего прочего, есть ускорение, также аппаратное кодирование видео, что может быть полезно, вот таким вот образом. Я показал простые конвертеры в статье, ссылка на который в описании под видео, есть некоторые достаточно специфичные, типа Avidomax, еще там кое-что, также про то, как конвертировать видео в медиапроверватели VLC, возможно вас это заинтересует, посмотрите, но, как я уже сказал в начале видео, то есть для большинства задач и для большинства пользователей, если нужен именно полностью бесплатный конвертер видео, я рекомендую Handbrake, его можно смело использовать, с другой стороны что-то другое может показаться вам удобнее. На этом все, спасибо за внимание, удачи!